это глобальная волна мы готовимся воевать смотрите прямой интернет эфире это глобальная волна и вы должны начать с музея вот это самое это сделал владимир и своими рученьками вот все 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 вот здесь вот вокруг да александр шаргин начинайте видеть передачу сегодня у нас 10 октября да мы в москве 15 года до ломальная волна москва и питер посетили меня нет тут грабить брать ничего сразу мы говорим качер бровина качер бровина и так достояние народное значит ну вот вот вы в гостях но доставай так разве я великого человека до владимир еще бровина значит вот мы приехали не с пустыми руками такую штуку это еще как бы да это нужно сказать опытный образец да это вы увидели в интерну немножко грубовато гаражная ручная сборка вот ну как бы мы его оставляем насчет тем более что ты как бы линейки ваши стабили дрон и ваших все как бы изначально из-за того что он как-то не чихает вот ну там немножко он работал на аквариуме во время тестов у него нам мы можем проверить как он сломался несколько левых она ворозит такая включилась в это коллективная работа народной лаборатории не один делал значит не ну вот я вам скажу что вот самые первые вот они появились это самое это и не так сказать тоже я что-то делал но вот я хочу показать что вот это вот работает значит в одну линейку последовательные можно включить разноцветные разно мощные эти самые светодиоды и все работает но я не знаю по моему с 11 года работает вот значит ну и вот тут это вот были какие-то такие пробные ну в общем вот считайте что это вот это вот это стоит на как она на пластмассовой баночке да 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 и от пластмассовой баночки вообще они должны греться по закону и вот что они не так вот так съемку это вот эта особенность и вот здесь я не могу и вот здесь греется транзистор ну это я вот не помню раньше везло мне светодиодами не греются на это мы то есть даже вот еще как бы участвовал там кареев борис сергей несея николай они люди женщины принимали участие но и я значит носил тоже в эту фирму где продают эти светодиоды значит показывал что тоже не греется они такие а пока как не греется Покажите, что у него была коробочка другая, бумажка до ухала. Я вам сейчас расскажу, что дело в том, что эта штука работает периодически. То есть в светодиод закачивается, допустим, одну микросекунду, а там три микросекунды происходит пауза. И поэтому происходят два дефекта. Один дефект – это у него косинус фи получается маленький. А косинус фи – это величина, за которую у нас берут деньги за свет. Она должна быть 0,9, не меньше, по ГОСТу. А у нас экономия электроэнергии. И поэтому у нас косинус фи – 0,3. А 0,3 – это не 0,9, мы нарушаем ГОСТ. И тогда, если вы кому-то предложите для производства, то они откажутся, потому что в ГОСТ не влезают. Но зато влезают в нашу целевую, так сказать, программу. У нас треть страны находится за полярным кругом. И туда, в этот полярный круг, надо завозить бензин. Или там солярку, да. Так вот, на то, чтобы произвести здесь не 0,9, а 0,3, надо на одну треть бензина меньше завозить на эти севера. Я, вообще говоря, никто не против. Я ходил в Минэнерго и говорил «да-да-да», ну и в общем, а пока нет-нет-нет. Сейчас, видите, раз не получается внедрить сверху, то есть сейчас предпринята попытка внедрить снизу. То есть можно, грубо говоря, делать сборки вручную или малыми партиями. И их, чтобы оно уже дело не в том, чтобы нажиться, сказочно разбогатить. Он, кстати, пока по комплектующим не особо дешевый получается. Значит, все получается очень легко, потому что драйвер самый такой дешевый, ну, там где-то по 200-300 рублей. Здесь он на 200 рублей не тянет, а он гораздо дешевле. Ну, дешевле получается. Поэтому нажиться легко. И я вообще говорю… Не, идея-то не в том. Ну, вот я так понимаю, что и ваша мечта, и моя мечта, и много кого, чтобы качеры вот эти вот пошли в жизнь технологии. Они должны внедриться. Как они внедрятся? Очень правильно думаете. Да, вы давайте. Вот, опять же инвестору или кому-то так. Вот это вот, ну, мы, как сказать, старались, ну, вот здесь может линейку заменить, еще что-то. Ну, вот это, наверное, уже можно показывать. Потому что если с лампочкой показать, ну, он светится, но инвестор же скажет, ну, что это такое, ну, разве я могу это подать? Значит, тогда пойдем в компьютер, я вам вываливаю эти самые протоколы испытаний, и там сказано, что все феноменально, и там… Но не нужно. Все феноменально, удивительно, но не нужно. Нам не нужно. Ну, раз оно, раз оно не, это самое, не вписывается в… Ой, значит, если вода, то вот здесь. Если вода, то вот здесь. То есть я вот не знаю, по-моему, вы не представились, как вас зовут? Бажана. Как, как? Бажана. Бажана, вот в этот, этим надо пользоваться. А там нельзя? Да. Ну, там вообще ничего не работает, насколько я… Давайте. Пойдем. Так. То есть это я вам, так сказать, мы сейчас зайдем в другие, так сказать, мои эти самые производственные… Чего ты делал, это самое, снял? Там, там… Нет, я устал уже. Ну, так, есть, там, есть, там… Так, стоп сняты пока? Ну… Да, стоп сняты. Да? Пока стоп сняты? Кому-то трубы? Так, как зовут? Вопросы есть? Пошли дальше, да. Че, ладно. Так. Ребята, у нас… Ну, вот, не допровели. Он потребляет 7 ватт, значит, люминов мы… Ну, у меня сейчас… Ну, здесь, как бы, прибор нам… Расскажи для зрителей, в чем здесь уникальность этого изделия? Тогда вошли вниз. Ну, идемте. Это берем… От него уже гола забрали. Спектр. А, как? Резанный спектр. Вот, я не заметил. Он даже не видно, если вот его мотать. Если большое мелькание, вот так берешь его, он мелькает. Этот не мелькает. Ну, ладно. Тогда вошли следующие, но не в этом самом деле. Ну, я думаю, потом… Ну, расскажи, расскажи, что… Раньше Ваим Ильич жил на Пожарском переулке. Ну, он раньше назывался вообще Савельевский переулок. А потом, когда 1994 год случился, и стало все переименовываться в этих самых… И жил я вот в такой вот, в такой вот обстановке. Была квартира коммунальная. Я там начинал где-то в 87-м году свои. Вот. А потом пришли люди, сказали, все, ты больше здесь не живешь. А я сказал, нет, я жил и буду жить, пока, так сказать, не помру. Вот. И для того, чтобы там прожить, я… Я, ну, это самое… Сделал там палатку. Нет, вы расскажите, что там же ремонт, и там из коммунальных квартир… Там была огромная квартира, 160 метров, 160 метров, и 6 комнат, 6 семей. То есть там вообще жить было ужасом. Вот, это самое… И когда это все, так сказать, я написал это самое разрешение на то, чтобы поменяли перекрытие. И как только перекрытие сделали бетонное, я на него вывалил свои, так сказать, вещички. Вот, и это самое… И начал в нем жить, в этом помещении. Вот так вот приблизительно. Это самое… Ну, потом… И стоял я на рынке, на Митинском. Стоял я на Митинском рынке и продавал свои датчики. А вот ко мне подошел какой-то гражданин и говорит, мы с завтрашнего дня можем начать производство твоих датчиков. И я, конечно, со своими делами и поехал, и это самое… Патентами совсем они меня повязали, и это самое привязали на цепь. И это самое я долго-долго, ну, долго-долго, три дня я там прожил на какой-то даче. Потом я сделал так, чтобы они испугались. Это самое, они меня завезли в лес, еще держали его на дереве, это самое, на цепи. Еще там три дня, ну, привезли в какое-то место и там, это самое. А потом случилось так, что в эту мою, так сказать, в стадион, мои родственники начали, так сказать, беспокоиться, они туда привели ментов. И в то время, когда они туда ментов привезли, привели, в это время снаружи кто-то со своим плечом входит в эту самую, для того, чтобы вынимать мои вещи, удалять. И его менты спрашивают, это кто тебе? Они его взяли, повязали того моего похитителя. И с этого момента у меня, так сказать, пошло, вот, я получил, так сказать, обрет. Ну, по крайней мере, они забеспокоились, завилновались. На них наехали менты тамошние, это было в районе Жуковского. Вот. Потом они меня подпоили этим самым, как его зовут, чем-то, и выпустили наружу, но менты никого искать не стали. Кончилось дело, все хорошо, потому что я, несмотря на то, что где-то там ходил и говорил, что, ребята, так же не положено, вот, это самое, просто так, человека брать и это самое, и привязывать на цепь. Все, значит, это самое, ну, вот, а потом они мне вот эту вот квартиру, или, хотя я вообще сопротивлялся, сопротивлялся, но теперь уже я доволен. Кто купил, кто купил? А? Кто купил? Ну, те, которые хотели выкупить эти 160 метров, это Бажарский переулок, это нам. Ну, там же, видите, вы, как бы, немножко скомканы, получается, что, туда хотели выкупить квартиру, а, как бы, один жилец, получается, сопротивлялся переезду, вот, что получается, из-за чего весь сербор-то там с цепи пошел. Один жилец оказался стойкий, он говорит, нет, я буду жить здесь. Нет, потому что он родился и жил в Москве. И, это самое, и, для меня, вот, тут каждый камень сердцу дорог. Для меня, так сказать, это самое, ну, как, и Оленинский район, и все такое. Так, значит... К компьютеру, идем к компьютеру, смотреть данные. Ну, мы идем, мы идем в подвал вообще. Ну, хорошо. Можно пока выключить. Конечно. Да. Значит, когда я сюда приехал, тут вообще жить было нельзя, потому что стенки все были, это самое, покрыты, как его зовут, гребком, все мокрое, ванна наливалась, заливалась вся, да, 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 полностью наливалась, заливалась вот этими самыми водой от стиральных машин. И, в общем, надо было все делать, все, все, и я все, все делал, 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 делал. Ну, то есть я еще и на рынок ходил, продавал это все, и делал. Ну, правда, я на это дело потратил много времени. А подвал получился? Ну, это секрет, товарищи, я ничего не оформлял. Да, дело в том, что для того, чтобы, так сказать, справиться с канализацией, нужно было проложить вот здесь вот трубу, чтобы отвезти вот эти воды, которые, вообще говоря, отравляли жизнь полностью, но нельзя пользоваться ванной. Вот, и я поэтому сделал сначала канал туда, подкоп, а потом смотрю, что мы мелочили, и пошли вниз. Ага. Снимай, я могу подержать. Давай, давай, залезай, нормально, я снимаю. Не, а потом я подержу, ты полезешь. Ну, я дать, конечно, тебе дам. Слушай, тут столько метров вообще квадратных. Вот, вот лаборатория. Вот лаборатория-то, подпольная лаборатория. Кстати, да, в прямом смысле слова, подпольная лаборатория Владимира Ильича. Так, что такое? Какие трудности? Нет, нет, залезай сюда, залезай. Надо параметры на компьютере смотреть. Ну, рассказывайте дальше. Компьютер там, наверху же. Нет, здесь, здесь. Значит, вот это самое, так. О, вот уже новое, раньше не было. Ну, я не знаю, была бы всегда. Ну, в общем, это самое, вот это вот здесь вот, чтобы вы знали. Вот сюда заваливали, заваливали уголь и что-то там дрова. Здесь стояла, это самое, отопительная печка. Этот флигель этот был трёхэтажный, потому что его потом надстроили. И когда здесь Летний Николаевич жил, а? Себя что-то было. Это здесь, вот на этом месте, да. Это самое, ну, по крайней мере, тут вот от этих печей и зола, и всё такое. Остальное здесь было, когда я это всё выкапывал. Вот, и, это самое, и этот тёплый воздух поднимался по стенкам. Межстеночному пространству. Межстеночному пространству. А потом сначала пристроили два крыла, слева и справа, в подъезде. А потом ещё и надстроили сверху ещё два этажа. То есть, вообще, говорят, тут история длительная. Ну, я пришёл уже тут, кстати. А то, что Лев Николаевич здесь жил, я ходил в музей. Они говорят, он жил на этом самом, на Денежном переулке. Не было бы раньше Малого Лёвшинского, будто бы. Вот, ну, по крайней мере, флигель этот остался. Вот он какой был, такой и остался. Только он видоизменился. Так, ну, что мы сейчас? Место историческое. Да. И здесь, да, кстати говоря, отсюда, из этой квартиры забирали Савенкова в 25-м году. Здесь не арестовывали его. Ну, это я вычитал в интернете. Хотите, видите, хотите. Так. Значит, что мы имеем? Значит, где-то с 11-го года я занимался этими самыми светильниками. А протоколы я вам покажу. Это самое. Протоколы те, которые вы мне высылали, да? Да, да. То есть их вы видите, вы можете всё выразить. Вот самый первый светильник, это вот этот вот. Это мухобойка. О, это самое. И полагается, лампа дневного света. И я начутаю это самое. И они у меня каждые три месяца, они у меня гавкали. И я должен был идти покупать эти лампы. Всё так. Вот я её сделал. Там синие были? А? Синие были лампы. Или обычные? Сначала были синие. Она гавкнула. Потом у меня были вот такие лампы. Обычные. Обычные, да. Ну, понятно, да? Всё. Обычные, понятно. Всё, ну и вот я к тому, что он должен, ну, этот самый, он должен, ну, это самое, деградировать этот светильник. Вот он не деградирует нисколечко. А вы не деградируете. Да. Как? А где здесь схема-то сама? Она спрятана здесь? Схема, она вот здесь вот сидит. Я могу это всё вытащить, вам показать, если вам это очень интересно. А могу и не делать. Это интересно или нет? Ну, чё, ну, наверное, давай-то в гуголь. Да, ладно. Ладно, мы поверим на что. Ой, значит, у меня задача для, это самое, значит, я работал в дирекции ДСК-1 на строительном комбинате. Вот, это самое, там вот используют вот такие светильники. Мне надо было бы сделать аналог к этому светильнику, но только чтобы он и стоил дёшево и всякое такое. Так, а аналог как? То есть корпус берётся от этого, а начинка переделывается? Да, да, и чтобы ничего не переделывать. Да, да. Потому что вот этот вот светильник, который находится под самым, он чем плох, что он убиваемый. И там, ну, это самое, а нама, чтобы вы знали, они, ну, это самое, по три года стоят незаселённые. И за то время, пока они стоят незаселённые, ну, в общем, много чего с ними случается, особенно там бывают протечки, и они, эти протечки, заставляют умирать эти светильники. И к тому моменту, когда подъезжают жильцы, это всё приходится заново делать. Вот. Так вот, у меня была задача сделать неубиваемый светильник, но я его сделал, а как сделать так, чтобы его начали производить, я так способа-то и не нашёл. Надо самим производить, я считаю так. Так? Самим производить. Сам производить? Ну, нет, ну, не вам производить, а вот, как сказать. Значит, если бы я был молодой пацан, то я бы, наверное, это самое, а мне уже идёт 76-й год. Нет, так вас никто не заставляет. Вот я же говорю с тобой. Ну, ладно, дальше идём, идём дальше. Дальше. Значит, сейчас образовался вот Саша Шербин. Его вдруг угораздило прислать мне подарки. В виде, сначала он мне прислал горячие качеры. Так, о чём выяснилось, что вот изделие, которое известно, как качер Бровина, вот эта вот катушка Тесла на транзисторе, значит, хотя это не совсем качер Бровина, это, скажем так, реле приближения, которое, значит, МАК, вот книг на форуме, он переделал вот уже вот катушку Тесла. Поставил мощный транзистор и, как бы, всё. Оказывается, что у автора качера не было такого. Ну, как бы я лишь посчитал, что это безобразие и, значит, пообещал сделать. И не сразу, но выполнил своё обещание. Вот стоял я на Митинском рынке и говорил гражданам, здесь знающие физики могут узнать от автора о новом способе управления транзистором, о новом способе передачи информации и об абсолютном датчике. Ко мне подходили всякие граждане, в том числе и заведующие отделениями Академии наук. И я покажу вот это чудо. Ещё я ему там писал. Мин всех наук предупреждает. Кто не любопытен, тот не компетентен. Замечательно. Вот, вот, слоган-то ищут глобальную волну. Вот, готовый. Кто не любопытен, тот не компетентен. Да. Вот. И это самое. Ну, и вот я показывал этот фокус. У меня стояла вот эта вот штука. Наверное, вот той коляске на какой-то, да. И я это самое, к ней приближаюсь, она у меня пищала через вот эту вот штуку. Потом, потом подошёл ко мне какой-то гражданин и говорит, я делаю, я делаю для этого самого, для политехнического музея, вот мне нужно что-то такое сенсорное. И всё, что у меня было тогда, и всё, что у меня было тогда, я, ну, из этих самых, из реле приближения, я ему всё отдам. И говорю, что, ну, если тебе там не, это самое, не понадобится, ты мне верни. Или хотя бы ты, это самое, скажи мне, что у тебя получилось. Ну, вот, забыл про меня, о видимом. И ещё забрал. Ну, ладно, бог ему что-то делать. Вот. А я ему, что-то, штуку 40 дал. Так, и теперь я занимаюсь, ну, моя, так сказать, основная задача, это добить теорию. И теоретически всё обосновать и выложить это в виде книжки. Но, когда я начинаю это всё делать, я сразу зарываюсь во всякие непонятки. И до тех пор, пока я этих непонятков не разберу, я не двигаюсь дальше. Поэтому шесть страничек я начертал, а дальше уже, пока у меня пошли эти самые. А когда меня сильно ругают в интернете какие-нибудь товарищи, я им подкидываю, так сказать, информацию к размышлению из того, что я уже, например, наоткрывал. Вот. Ну, ещё меня тут занимают граждане, которые хотят, чтобы их фонари были усовершенствованы. А я им обещаю, что с помощью качера можно сделать, чтобы они экономили электроэнергию, как у меня вот эта вот экономика, потому что у неё этот самый косинус синоль три. Этот самый, это вот тоже будет, а состоит она, можно так снять, что она вообще, говоря, ну, практически ничего не состоит. Вот. Но вот эти вот счётчики, они измеряют ток умноженное напряжение. То есть, так сказать, с косинусом фи равном единице. И установить эту экономию, так сказать, нормальным путём практически невозможно. И это ещё, так сказать, препятствие к тому, чтобы, это самая, потому что счётчик работает так, как будто, вот у неё вот полагается ей быть 45 Ватт. А на 45 Ватт так и есть. Вот. А на самом деле в ней 15, потому что косинуси меньше. Вот. Ну и стараюсь, стараюсь легализоваться в официальной науке, потому что я уверен, что… Ну вот можно я свои пять копеек ставлю? Значит, вот сходная тема как раз у фонари, светильники. Вот мне, как видится, устройство аварийного освещения для кораблей. Вот это вот целевое, это то, что можно попробовать, предложить, например, вот у нас на работе. Да, у нас в Питере, да. Значит, цель… А вот сразу я не знаю. Сейчас я к этому пять копеек добавлю. Значит, дело в том, что аварийное освещение, оно работает на аккумуляторах. А разрываемая цепь – это начальная эффект самоиндукции, когда цепь замыкается. И конечная, когда при разрыве цепи возникает ЭДС самоиндукции. А эта ЭДС самоиндукция направлена навстречу источника питания и может заряжать аккумулятор. И поэтому вот этот вот аккумулятор, который у них будет освещать аварийное освещение, будет работать не 40 минут, а часов пять. Как это у меня делается на моих демонстрационных устройствах. Я думаю, он не пять часов будет, если там взять тот трансформатор, а часов пятьдесят он будет работать, если поставить светодиод. Ну, мечты, они не всегда осуществляются. Но вообще говоря, надо просто это делать. Делать и всё. Нет, скажем, вот такое вот, ну, как сказать, это ещё не предложение, это как бы зондаж, скажем так. Ну, вот, если на работе вдруг, мало ли, я вот это вот предложу, это кто-то заинтересуется. Вот, вы готовы выступить консультантом? Да. Сколько надо, значит, вот этого? То есть, это же надо заключить с вами трудовой договор? Слушайте, мне вот, я даю, вот тем, кто начнёт этот процесс, я вообще с деньгами приставать не буду, понимаете? Потому что меня это интересует постольку, поскольку мне нужно, чтобы где-то что-то образовался почин, а почина-то нету. Так нет, ну, ты-ка, а как это так-то? То есть, вот, если вы выступаете как консультант, значит, это должно быть оплачено? Хорошо, если вы мне оплачете, я вам скажу. Это десятый вопрос. Ты фонари хочешь делать или деньги, денег? Не в том дело, деньги. Ну, изобретатель должен же, наверное, что-то, или как, он консультирован должен бесплатно? Да на другом, ну, другой интерес у Владимира Ильича, 76-й год, 76-й год, другой интересует абсолютно. Не в том деньги, чтобы это, это вот, я хотел как раз сказать, пользуясь случаем, что не как зарплата, а как компенсация. Это не самая интересная тема. Ну, хорошо, нет, нет. Потому что я готов быть, но вопрос-то в том, чтобы это делалось не моими руками, а делалось руками фидерских специалистов, у которых есть интерес к этому. Потому что если я что-то сделал, вот я сделал в этом самом твоем светильнике что-то такое, дал тебе схему, а ты в ней разобраться не можешь. Не можешь, потому что ты не представляешь, и я, вообще говоря, не все представляю. А если этот человек будет это все делать сам, у него хотя бы останется знание того, как он к этому подошел. Согласен, согласен, если не работать с железом, то не разберешься это, я всегда не перестаю говорить. Особенно если это железо нарушает все известные законы физики, потому что это самое… Ты можешь для зрителя сказать, какие законы физики нарушаются в качево-произме? Лучше автор, пускай скажет. Ну, почему, как ты это понял? Автор поправит, автор поправит тебя. Хорошо, как я это понял? Значит, светодиод, когда… Значит, вот сейчас, покопаться. Давайте так. Примите экзамен. Да, не будем. Вот это подарок Саша Шельгана. Так, вот он. Работает, нет, не работает. Надо светнуть, да. Не знаю. А тут не видно ничего. Так. Ну, видно, заработало, видно, видно. Известно вам, что это точно качер, качер брови, на которой сидит в интернете. Известно вам, что вообще говоря, для того, чтобы стрелка отклонялась, нужна разность потенциала. Известно? А она отклоняется. Вот так вот. Вот просто, без ничего. Ни в чем нет. Покажется, Сань, не видно. Так, хорошо, вот так. Вот так вот. Давайте покажем. Так, надо вот этим щупом туда немножко подъехать. Сейчас я возьму туда. Ну да, и все, пошло, поехало, поехало. Да, да. Я пойду, возьму этот, у меня на 300 микроампера, а я возьму на 30. Ой. Ну, пробивай, долго нельзя, да, но потому что стихо прожжет. Да, ну, хорошо. Ну, там фактически я разбирал вот эти штучки, снимал схему, и значит, тоже у меня появились сомнения. Ну, конечно, очень-очень похоже на качер. И вот этот большой у меня остался еще, а маленький я Вадимировичу отправил. Там стоит такая штука, ну, то есть фактически там тоже как трансформатор Тесла, там повышающий трансформатор и вот это вот колба, плотный шар. Так что нарушает, какие законы физики нарушают качер бровина? Давай, перечисляй, что нарушает качер бровина? Ну, сейчас дослушаю, потом послушай меня послушаю. Так, вот смотрите, вот этот микроамперметр зашунтирован диодом. Ага. Ничего больше нету. Значит, вот я подношу его плюсом, да, и он отклоняется. Ага. А я его подношу минусом, что там дальше? А он не отклоняется. Он не отклоняется. А поближе поднесите. Пожалуйста. Ну, чуть-чуть отклоняется. Чуть-чуть отклоняется. Значит, а плюс у него вот здесь вот, то есть вот у диоды, вот этот самый, там, этот самый, это вот катод. Значит, здесь у него плюс. То есть, речь идет о чем? О том, что, о том, что это устройство, которое потребляет ток из эфира. А ток состоит у нас из электронов, поток электронов. То есть, если вот эту вот штуку подсунуть к радиоактивной какой-нибудь поверхности, то ее можно дезактивировать. Потому что оттуда вылезает альфа и бета, то есть альфа и гамма частицы, которая является одна из, там, гамма, это как раз электроны, по-моему. А можете ее, там, этого самого, гелия. Я сейчас, может, могу перепутать. Это одно. Это значит, что вот это вот устройство, потребляющее энергию от окружающей среды, у нее КПД должен быть выше единицы на минуточку. Но я-то еще вот о чем говорю. Я говорю, что при соединении цепи в проводнике возникает электрический ток. Электрический ток подхватывает атомы, магнитные моменты атомов, которые находятся в окружающем пространстве и совершает над ними механическое действие. Так же, как это бывает, допустим, в парамагнетиках или при ядерном магнитном резонансе. Там что тоже получается? Берем генератор 90 МГц и доходим до резонанса. Если мы выходим из резонанса, ток уменьшается. И на этом этот самый магнитный резонансный атомограф, где действие его основано. А здесь? А здесь? Слушай, там у меня в чемодане лежит этот самый... Вот чемодан лежит на этом самом... На кухне? Нет, в комнате это самое... С реле это твоя штучка. А, ну, я сейчас принесу. Значит, речь идет о том, что при соединении цепи ток, который образовался от источника питания, подхватил магнитные моменты атомов окружающего вещества и повернул их на какой-то там угол. А в момент разрыва цепи они возвращаются в исходное состояние. А поскольку они возвращаются... А, это... Не-не-не-не-не-не, не тот этот, этот черный чемодан лежит там. Так. А когда они возвращаются в исходное состояние, то эти магнитные моменты используют тоже какое-то поле. И я считаю, что этим полем является эфир. Потому что у нас солнечная система крутится в экваториальной плоскости Солнца. И галактика имеет длиннообразную форму. Следовательно, существует поле, которое заставляет это делать. Потому что у нас закон всемирного тяготения, он написан у нас в скалерной форме. А фактически мы видим, так сказать, точный векторный случай. Это самая галактика длиннообразная, это самая солнечная система длиннообразная. Значит, это поле какое-то существует. И если это все произошло из взрыва, когда были элементарные частицы, эти элементарные частицы скомковались в атомы, атомы скомковались в частицы, частицы скомковались в вещество какое-то. Стало быть, это поле должно было быть запомнено. То есть все в логику укладывается. И теперь, когда я начинаю разговаривать с гражданами, которые, так сказать, спорят со мной, да ну, бросит это высокочастотные колебания, я им говорю, возьмите, я могу сейчас вам это все продемонстрировать, возьмите какой-нибудь генератор, вон у меня там лежат какой-то генератор. И попробуйте с него что-нибудь получить на выходе, какую-нибудь эту самую, можно получить с генераторов, с трансформаторной связи, но там что-то такое, что-то такое совсем мелкое получается. А здесь получается вполне весомое, так сказать, состояние. Да что ж такое-то, куда у меня делось. То есть у меня получаются величины на выходе в трансформаторной связи вольты, десятки вольт. Ну вот, я не подготовился, пойду искать его. Стоп, снято пока. Снято пока. Снято пока. Я хочу, дело в том, что он мне прислал устройство, которое работает от реле. И через реле включается вот эта одна из катушки. Реле, это самое, оно через, ну, этот самый, через нормально замкнутый контакт, отрывает, соединяет и разрывает цепь. И там те же самые эффекты, которые получаются в высокочастотных колебаниях. Ну, смысл какой? То есть вот Катчер Бровина, там транзистор разрывает ток через индуктивность. То, что вот, и Владимир Ильич глубоко исследовал именно процессы в транзисторе. То есть очень глубоко там все. Там Ивченко говорил, что вот, значит, эти емкости там какие-то все. А здесь нет транзистора. Вот на лампе делал Владимир Ильич тоже Катчер, на радиолампе. То есть там совсем это не транзистор. И здесь на реле эффекты те же самые. То же самое, разрыв только через индуктивность. А транзистора нету. Давай, слушай, я только начал. Никаких там емкостей. Поразитных. А может мы пойдем туда в более благоприятные условия все вместе? Поехали. Значит, это самое сказанное, что вот эта вот передача, она осуществляется только через высокую частоту. Ну, по крайней мере, существует такое понимание, что вот если частота высокая, то обязательно можно получить вот эту передачу. И вот, пожалуйста, вам пример стоит реле, работает через нормально замкнутый контакт. То есть она, ну, включается, так как контакт размыкается, и она делает все то же самое, что делает обычный, этот самый, обычный, там, на трассе стрелькача, на большие расстояния, там, на дырком подвал. Все. Пожалуйста, на большом расстоянии. А, самое обидное, что меня вообще, это самое, напрягает, в 2008 году, это самые, товарищи, западные, западные товарищи, создали стандарт QI, QI. Стали на этом стандарте делать бесконтактные зарядные устройства, и привезли это все сюда к нам. Мы это все, так сказать, покупаем, платим деньги в их ней. Там внутри тоже качают, или вы не смотрели такие, как они делают? А какая у меня разница, я, ну, вообще в той схеме, которую ты мне показывал, это явно качают. Нет, это схема шара, а вот зарядки я еще не говорил, я не смотрел. Ну, это самое, другого способа, другого способа, вот, это самое, вот, переносить энергию из одной катушки в другую трансформаторную нету, не существует. Как долго, ну, это самое, я об этом начал трепаться в интернете где-то с 2003 года, и с 2003 года этот маг все это дело в РЗС и звонил, все получили, и результаты того, что есть, сразу определили в дело. И слава им! Если бы этого не было, мне бы ни за что не доказать, что у нас не все благополучно. А вот знаете, в 60-е, по-моему, 70-е, вот, в старой книжке по электронике были очень популярны индукционные всякие вещи там, музыку по индукции, то есть, вытягивался провод, но там шел именно синус и звуковая частота, вот как-то там. Там ядерный фронт прибивался на частоте ядерного магнитного галанса. Не-не-не, я про другое говорю. Вот читал там Вейси Костин, книжка известная очень, очень много собрано. Значит, там, например, какие конструкции? Вот раньше ж не было этих всяких таких гаджетов. Значит, вот, например, по периметру коммунты натягивался провод, и, имея там какую-то антенну вот такую круглую, можно было слушать музыку. То есть, они звуковую частоту пускали вот на эту петлю, а с этой частоты слушали. То есть, тут и форма импульса такая, ну, с руковой частоты получается. Вот такого плана Вейси Костин. Но время было очень увлекательно. Да, потому что это всё модулируется. Питание модулируется легко, и длинная модуляция получается на несущей частоте 90 негагет. Всё? Ну, они без несущей делали, я так понимаю. Они делали без несущей, они просто к выходу подключали, и оно качало. Ну, надо схемы буквально посмотреть, какие вот эти вот… Я так вот это понимаю. Что не так с физикой, расскажи. Что, почему противоречит закону физики? Ну, у меня несколько другое впечатление. Ну, что не так с физикой, я, в принципе, согласен с позицией Цуковского. Что, когда отменили эфир, получилась такая вот… Как сказать? Ну, вот такое впечатление, что вот отменили воздух, да? Аэродинамика-то есть ведь, по-разному себя ведёт. Вот ставим вентилятор. Вентилятор крутится, создаёт ветровое поле, да? Воздуха нет, это запрещено всё, никакого воздуха. Там, значит, я не сказал, эфира нет, воздуха тоже нет. А димашки перекладывают. Значит, вот мы применяем термин «ветровое поле». Вот генератор работает, или вентилятор работает, генерирует ветровое поле. Вот это что-то такое, значит, которое само при этом не расходуется. Так же и с эфиром получается. То есть, выкинули из рассмотрения среду. И вот насколько ярко это вник, что электричество идёт, оно не только по проводу, но ещё идёт, скажем так, вдоль фроута, оно вылазит. И чем выше напряжение, чем выше частота, тем больше это видно. Вот на таких вот штуках, то есть там становится… И вот эту вот среду надо тоже рассматривать. Потому что, когда мы, говорят, вот индуктивность накопила в себе, значит, что-то там, магнитное поле. Потом, когда мы разорвали, вот, значит, ну где она накопила? Вот индуктивность, где она накопила? Вот она накопила, она окружающий эфир, она раздвинула среду, или как-то её там завихлила. Потом мы, когда оборвали, то среда с лопкой осадка. Вот это моё понимание этого всего. Просто если мы среду с рассмотрением выкидываем, у нас получатся очень такие вот замудрённые объяснения. Потому что объяснить как Канаду то, что мы видим, а… Ну, вот у меня, так сказать, созвучная теория. И я её тоже выкладываю. И говорю о том же. Вот, вот устройство, да? Это тот самый качер бровина, который всем, так сказать… Ну, вот… Короче, то, что в интернете называется качером бровина. Вот оно, да. Вот это вот устройство как раз и называется… Частота высокая, можно трогать, да. Высокая частота, мне не страшно. Да, ну, пальчик можно так себе положить. Ну, просто дырку просто прошёт и всё. А низкая частота там… Можно попробовать? Да. И это самое… И вот что получается из этого вот. Вот смотрите, во-первых… Можно всё и там, да. Ну, это самое, во-первых… 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 Вот… Вот… Всё вот эти вот чудеса, которые… Так вот… Это самое… Вот это вот… Катушка работает в этом поле, да? Сколько там витков, я не знаю. Но… А если и так, наверное, будет работать? Вот смотрите, лампа светодиодная светится, если вот… Нет? Нет, вот за одну ногу держи, и она будет светиться просто так. Вот… Это самое… Видно, видно. То есть, светодиоды держат… Держат… Поскольку… Ну, люди перестали этому удивляться, потому что в интернете много катушек Тесла, и люди уже перестали удивляться. То есть, что такого вы демонстрируете? Ну, по дому и шли. Ну, привыкли и всё. Нет, но это надо… Так, можно включить, да? Ага. Значит, это самое просто… Это надо… Этому надо найти применение. Если… Нет, это физическое объяснение. Вы же сами говорили, что теории ещё нету. Есть. Я уже вам, ну, это самое, с помощью этого самого мигрантометра показывал, что она отклоняет… Это всё как-то отклоняется. Ну, вы видите, что это из поля течёт. Да. Но поля-то нету в официальной физике, поэтому… Нет, поле есть. Но поле – это математическая абстракция. Вот что такое поле? Вот спроси вот так. Он скажет, ну, поле – это же вот там… Мы как-то тоже дискутировали. Говорят, вот… Я говорю, как радиоволна идёт вакуум? Ну, как же? Говорят, там вектор умово-пойтинга. Я говорю, что прям стрелочка так вот летит, да? В пространстве или что? Нет. Нет. Там умово-пойтинга, скажем, вот есть какой-то точечный источник, а через него проходят какие-то поля. И вот эта самая приёмная катушка, она… у неё… вот эта самая… площадь её такая, что поток сцепления, который проходит через эту вот… эту площадь… Оно убывает обратно пропорционально к углу расстояния. Вот здесь, на этом вот, на маленьком расстоянии здесь одна величина, а на удалённом расстоянии другая величина. А это вот с этим умово-пойтингом никак не коммутируется. Потому что тут расстояние… это самое… уж точно не обратно к углу. Нет, вы вроде проводили исследование, что убывает линейно. Как оно? Ну, вы говорили, что не квадратично убывает, а линейно. Линейно, да. Ну, я это не измерял, поэтому, как бы… Я измерял и говорю, что это, да, это линейная меняющаяся величина. Это самое… ну, по крайней мере, расстояние тут не в знаменателе, а в числителе. Это точно. Ну, и… это самое… А главное, что оно регистрируется приборами, которые, вообще говоря, ни к чему не подключены. Вот прибор стоит. И это самое… пожалуйста, я могу… в зависимости от расстояния, у меня эта величина меняется. И найти ее, так сказать, в больших пределах можно. Нет, ну здесь-то вам отразят скажут, ну что там, высокочастотное поле, это всем известно, да, наводится… Высокочастотное, да? Но здесь-то один мегагерц, это высокочастотное? Ну, я полагаю, что, да. Нет, тут, это самое, высокой-то частоты. Ее как раз нету. А это вот, почему она, это самое… здесь… Для того, чтобы получился ток, а тут явно ток, нужно, чтобы была разность потенциалов отсюда до сюда. Ну, она и есть. От чего? Ну, смотрите, есть два же этих самых… И это не подключено, и это не подключено, и это не подключено. Где тут разность потенциала? Ну, мы же вот этой штукой напряженности создаем градиент. То есть, либо как два… либо что мы как горка, что мы как бы выталкиваем наверх, либо как воронка, что мы сосёмся. И поэтому идет движение эфира окружающего. Вот, вот и получается, как бы… Ну, это явление у нас в учебниках не описывается. В официальной физике… В официальной физике нам будет объяснить. Ярослав, ярослав, ярослав. Ты туда камеру. Вот что скажете? Я по-другому просто… Я не учился на это. Кто экспертов? Вот. То есть, там физический факультет или какой-то. Вот что… Я по образованию уже не программист. Это как бы не совсем моя тема. Я про это ничего не могу сказать. Как оно в физике описывается, как оно там объясняется… Хорошо. Короче. Значит, ну смотрите. На минуточку. Вот я приближаю и сжимаю это поле. Это как объяснить? Вот здесь вот… Нет, оно уменьшается. Ладно, это не очень хорошо. Нет, ну я бы здесь аналогию как пылесос. Вот если пылесос… Нет, здесь обратно. Есть… Амщика. Нет, либо он всасывает, либо выдувает. И если вы тоже, как бы сказать, меняете форму воздушных потоков, то, соответственно, меняется и картина того, что меняет. Да. Короче, в общем, все… Значит, что я хочу сказать. Поскольку это устройство, которое отбирает из среды электронной, то это значит, что с помощью этого устройства очень легко делать всякие коммутационные приборы. Как у нас сейчас все устроено. Для того, чтобы этот самый вот включать и выключать и включить, да, нужно соединить все это дело с помощью какой-то медной пластинки или серебряной. А все это можно делать по-другому. Выключаем. Переключаем. Мотор, запись. Продолжаем. Что сейчас вы будете демонстрировать? Я сейчас показываю трансформаторный способ управления транзистором. Кстати говоря, значит, вот я взял этот сам и начинаю и трансформаторным способом включаю и выключаю вот эту лампочку. Покажите, что у вас в руках уходит? Значит, в руках у меня катушка. Вот здесь у меня стоят пару штук, поставленные навстречу друг другу. К ним подсажены, подцеплены вот эти вот, на управляющие электроды подцеплены вот эти вот катушки жалкие. Так все. Я к этим жалким катушечкам подключаю, подключаю свой качер и у меня происходит, у меня не происходит. А что было? Что было? Поток штуки. Вот происходит. Это самый несимметричный сигнал, несимосоидальный. Вон. И получается коммутация. Коммутация. То есть, если нам удастся, если нам удастся, мы сможем вот это вот все сделать нормальным техническим образом, то это совершенно новое средство автоматизации. Потому что вот с помощью такого средства автоматизации мы заменим все реле и магнитные пускатели и выключатели. Которые дорогие. Которые дорогие. Которые дорогие. Они сделаны механически. Но заводы, которые производят магнитные пускатели, будут очень недовольны. Потом магнитные пускатели существуют во всех ГОСТах, в СНИПах, вооружении. Везде это все стоит. С ГОСТами это страшная беда. Потому что, когда... Даже производственники говорят, мы бы включили, но мы не можем, потому что придет прокурор и скажет, у вас нарушен техрегламент. Иди сюда. Да. 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 И техрегламент стоит на самом... Первом месте. Барьером на пути технического прогресса. Значит, в 90-х годах я делал манометры. То есть, я к трубке бурдона, то самое... Там манометра что-то там... Трубка отгибается, то самое, под давлением. И разгибается. И крутит стрелку, да. И я вот на эту трубку бурдона ставил свой качер. И он выдавал нормальный, этот самый стандартный сигнал, полагается 10 вольт на 2 кОм, чтобы падало 5 миллиампер. Все, все, все получал. Все хорошо. Самое удивительное, что был абсолютно повторяемый сигнал. То есть, при плюс-минус 50 градусов на 20% параметры транзистора вообще должны меняться. Это точно. Это без этих самых... А тут все держалось в пределах класса. Плюс-минус 1,5%. Ну, в ГОСТе сказано, что вся шкала должна быть линейной. А у меня в начале шкалы была нелинейной. А в начальной шкале ничего не работает. В конце шкала была нелинейной. Потому что в этом пределе никто не работает. Это же манометр держит 60 каких-нибудь атмосфер. А манометр на 100 атмосфер. Так что для аппаратуры это не важно. Тем более... И там сказано про линейность. А линейность была актуальна для 50-х годов. Потому что скреточные приборы и там линейная шкала и все такое. Для них это важно. А для компьютерной эры это вообще не важно. Что делают у нас дорогие манометры, у которых есть электрический вывод. Туда ставится контроллер, который содержит таблицу соответствия. И выдают линейный сигнал из этого. А в принципе можно к каждому манометру какой-нибудь драйвер на 10-рублевой кассете. И все. И таблицу соответствия. Или там флешку какую-то. Или там на 100 манометров эту флешку с драйверами. Да и все к каждому манометру. Который бы выставлял это самое... Там поправку по температуре, по талописину и все такое. Но вот это вот устройство, сам датчик, оно из ничего состоит. Катушки какие-то и этот самый, и транзистор. Но здесь у меня стоит транзистор германиевый. Потому что для германиевый транзистор ничего не нужно. Он катушки поставил на коллектор и на базу за каротинах. И получаешь генерацию. А с кремниями надо еще как-то там поуродоваться. Чтобы она там запускалась и все такое. Вот для этого я применяю такое. Устройство. И теперь я хотел бы показать. Да. Ну вот это тоже надо рефлюцировать. Пока не доходит... Ну а какое ты здесь видишь полезное изделие? Для начала я вижу, я как бы более простым вижу. Для начала должно быть у автора, скажем так, образец. Который вот можно показывать инвестору. Уже красиво тоже самое. Спозировано. И уже, чтобы можно было демонстрационное образование. Всегда встает вопрос. Инвестор должен подтвердить серьезность намерений. Потому что В.М. Григорьевич взрослый человек за свою жизнь столько их повидал. Вопросов задают и говорят, покажи готовое. Но до китайской границы вот очередь стоит. А кто готов внедрять? Да никого и нету. Все умничают, умника включают. Ой, да ты покажи, да докажи, да не может быть. Вот показывают, предъявляют. И где? И чего? Ну все равно надо работать. Китайцы внедрили. Все равно. Китайцы внедрили. А наши только сопли жуют. Почему? Потому что экономика такая, что не выгодно здесь что-то делать. Значит, я во все эти самые оборонные конторы, которым дали денег на развитие электроники. Да. У меня такая информация пришла. Это самое. Я им разослал. Ребята, в качестве инновационного, так сказать, примените качеры. Ага. Там штук 30, наверное, этих объединений. Значит, чем отличается вот это вот что-то? Здесь два аккумулятора. Один маршевый, который включает вот этот светодиод. Другой в это время заряжается от того, который маршевый. И когда у маршевого истекает энергия, я их переключаю. Работает тот, который заряжался. А этот? Он становится маршевым. Да, он становится маршевым. Но это я все вручную делаю для почина. Но вот эти аккумуляторы живут, у них там 250 миллиампер часов. Для такого светодиода ее должно хватить на меньше часа. А это вот устройство работает по четверо суток на минуточку. от этих двух, так сказать, аккумуляторов, которые должны работать по часу. Плохо это, допустим, для фонарей? По-моему, ничего. Пошел в поход. И на весь поход тебе, так сказать, светит. Вот. Вот. Я для демонстрации экономлю электроны, поэтому мы их принимаем. Но, опять, что тут делать-то? Наливаем пей. Наливаем пей. Но у нас делаются, у нас делаются, значит, дроны, которые летают на аккумуляторах. Да, да, да. Очень тема актуальная. Очень актуальная тема. И что? И что? Что-то боялся проводов какой-то. Нет, это боялся. Это, наверное, внешнее измерение. Так, так, так. Про дроны-то рассказывают. Да. Значит, они работают. У них вот маршевый двигатель, он шаговый. Шаговый. Это значит, что он на одну пару кулесов подает ток. Этот самый ротор скачет на следующую пару кулесов. Мы даем на эту пару. То есть у него есть работа. Пока он бежит на следующий полюс, это самая пауза. А в паузе у нас возникает импульс самоиндукции, которым можно зарядить аккумулятор. А там разве не трехфазный двигатель? Он трехфазный. И можно поставить… Шаговый – это немножко не то. Почему это? А шаговый он же держит для точных перемещений. Он ничего не держит. Он ничего не держит. Она летит по инерции. Но только он пролетает мимо этих полюсов, в этот момент, в момент пролета, включается ток. А дальше он летит по инерции к следующему полюсу. И так дальше. Шаговый, видите, это вот как на дисководах, там точность перемещения. Вот он при обмотке зафиксировал, и он держит, он не дает еще пролетать. Это специальные шаговые, а тот, который на тронах стоит, он не другой, у него нет этого. Ему необходимости фиксации пробега нет. Там, получается, трехфазный двигатель, вот они такие же стоят на этих винчестерах, на АЖДД. Согласен, на винчестерах, согласен. Там это актуально. Там это актуально, да. Какие предложения? Как бы усовершенствовать, чтобы продлить работу аккумуляторов на дронах? Надо. Людям, которые этим занимаются, этим заинтересоваться, как минимум. Так, так, есть интерес. Уже Петр Кривошихин сейчас уже внимательно прилинул к экрану и слушает. Да. Кривохижин. Кривохижин. Так, вот пусть слушает и начинает действовать. Потому что я вот для этих самых светильников, для того, чтобы они давали нормальный косинус фи, я как раз вот этот коммутатор-то и делал, чтобы они переключались с одной линейки на другую. Я думаю, что это самое, по правде говоря, не очень хорошо получалось. Но я не очень сильно старался. А если стараться и вникать в физику, то этот эффект можно получить в этом я абсолютно уверен. И продлить работу дронов. И продлить работу дронов. И продлить работу дронов. Вот эти вот такие мелкие. Они летают десять минут. А потом уже это, само у них аккумулятор кончается. А если продлить, то будем посмотреть, как будет. То есть можно к вам сюда с дроном прийти? Нет. А как? Надо прийти с желанием это дело постичь. Постичь. Потому что, еще раз, если я на семью шестом году начну ему делать вот этот вот самый… Дрон. Да. Потрачу на это три года. А потом вдруг нечаянно умру. Дальше что? Или уеду. Да. У меня дочь в Америке. Лучше уедете. Ну, ладно. Это лучше. Ну, конечно. Лучше всем умирать-то. Поэтому лучше уж уезжайте. Минуточку, минуточку. Я уже городейный этот срок прожил. Все уже. Там дальше посмотрим. Ну, хорошо. Ну, я к тому, что, я к тому, что, это самое, раньше я кидался и начинал делать. Понимаете? Но, я точно знаю, что вот приходит он ко мне со своей линейкой и говорит, почему-то она не работает. Угу. Вот сам он в ней не разберется. Не разберется. Никогда. Потому что я-то потратил 30 лет, а он только так принюхивается еще. Угу. 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 И каждый так. Потому что он знает, как работает транзистор. Подал ток базы и получил. А тут транзистор-то закрытый. Всегда. И там все вообще по-другому. Угу. Угу. Стоп. Снято пока. Думайте, дорогие друзья, глобальная волна ждет тебя. Извините. Так, про самозапит. Да. Так, это ваш импульс? Ваш импульс? Да, что идут иногда себе для соображений. А что самозапит? На каком, в принципе, вы говорите, заряд? Заряд сделан? Но что-то они пока не могут предъявить-то сделанный самозапит. Да нет, Владимир Владимирович, это сразу как-то. Вангую. Вангую. Это не то. Не понял. Почему не то? Я думаю, вы сами знаете, как сделать самозапит. Нет. У заряда нет самозапит. У заряда нет. Ну хорошо. Давайте посмотрим, что... Ну посмотрите. Сейчас. Вот. 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 Вечняка. Ну так это Кулабухов сделал. При чем здесь заряд? Ну чего? Это видео Руслана Кулабухова, который, значит, заряд сделал. И не раскрывает секрет. Заряд здесь абсолютно не при чем. Я не имею. Нет. Понимаешь, тут заряд специфический такой. Ты снимаешь? Чего это? Ну это видео Руслана Кулабухова, который, как бы, который живет при Балтике где-то, и это он сделал. А проект Заряд просто разместил это видео. Все. А это... Ну спорно, никто повторить не может. Так, потому что никто не понимает. И не раскрывает секрет. Там не то, что он много чего рассказал. Просто, чтобы это повторить. Вот про Кулабухов сам. Он где-то на форуме я читал. Я же с ним списывался тогда. Угу. И с этим. Все, это нам знакомо. Знакомо, да? Это знакомо, конечно. У него за плечами 20 лет, по-моему, работы с радиосвязью. Угу. Это совсем не то же самое, как бы. Он объясняет, но кто понимает-то. Люди, ага, думают. Сейчас мы возьмем и поехали. Да, мы видели, Владимир Ильич. Это уже, как бы, каждый... Да, кто-то говорит, что он работает. Это дело размещено рядом с вышкой. И все очень мутно. Нет, я считаю, что это, как бы сказать, что это реальная вещь. Потому что, как бы, ну, по косвенным признакам, похоже, похоже на пол. Ну, как бы, надо, надо понимать. Клик, который снял мой внук. Ну, как бы, давай. Нет, ну, не это же. Ну, реклама. Фон пропустить рекламу справа. На выход. Да, Мэгик. 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 Свободная энергия. Магия. Ну, я, что-то вот сходу не могу. Да ладно, это... Надеюсь, в последний раз. До свидания. До свидания. Все, до свидания, Владимир Ильич. Счастливо. Александр, ну, поделитесь вашими впечатлениями. Счастливо. Впечатления, как всегда, как всегда, замечательные. Так. Удивительный, удивительный человек, всегда интересно пообщаться. Надо почаще приходить, фиксировать, значит, взаимодействовать. Нет. Вот я вот Ярославу говорю, надо шефство взять, потому что вот ноутбук, например, у него не работает, надо наладить. Я, если приезжаю на мало, не успеваю, там денек надо посидеть. Угу. Ну, цифровой осциллограф, мы сказали, значит, веб-камеру можно как-нибудь подарить на Новый год Владимиру Ильичу. Может, он, как сказать, созреет до... Прямых интернет-эфиров. Прямых интернет-эфиров, чтения лекций, онлайн-трансляций. Ну, а без камеры-то мы же не сможем ничего транслировать, так что... Ну, помимо этого сюжета, который снимает с моей камеры, еще два часа у Александра. Поэтому, когда вернется в Питер, смотрите. Да, ну я выложу тоже, чтобы оно вместе. Можно даже, как сказать, Ютубом склеить эти все. Не надо, раздельно пойдет, ничего страшного. Внизу просто гиперссылки дадим, и все. Можно и так. Все. На этом стоп снято. 10 октября 2015 года. Итак, глобальная волна и...